Привет всем, с вами Олег Николаев и проект Я рано встаю. Мы начинаем серию двухминутных развивающих роликов. Каждая будет посвящена какой-то маленькой теме. Вот, допустим, первый ролик у нас посвящен теме про частицу НЕ, почему ее лучше не употреблять. Все знают, в психологии известный факт, что подсознание не воспринимает частицу НЕ. А как это на практике выглядит, мало кто понимает. Все с этим согласны, все это слышали, но как-то вот именно ощутить, прочувствовать это не всегда удается. Я хотел привести пример, который я приводил в последний раз на нашем тренинге 3-4 января по поводу того, как это работает. Представьте, день рождения друзей, и один из друзей встает и поднимает бокал и говорит, дорогой друг, желаю тебе не болеть, никогда не обанкротиться, желаю тебе не умереть от рака, желаю тебе вообще не умереть в раннем возрасте, желаю тебе, чтобы тебе жена не изменяла, желаю тебе не разбиться на машине, желаю тебе никогда не иметь депрессий. Согласитесь, логически звучит правильно, да, то есть если вот там с позиции логики, пожелание хорошее, а вот с позиции каких-то ощущений, которые возникают при таком тосте, почему-то пить не хочется, то, что бокалин налитого с такого тоста. Почему? Потому что слово, как к нему не представляя какую-то частицу, да, там слово самоубийство, слово насилие, слово автокатастрофа, они всегда уже несут в себе какую-то негативно заряженную чистоту для большинства людей, и употребление этих слов уже нежелательно, поэтому какие-то цели с частицей «не» их желательно не употреблять, потому что воспринимается именно слово. Как бы оно там, как бы оно не было выставлено в контексте, воспринимается именно слово, поэтому лучше говорить «будь здоров», а не «не болей». Вот, собственно, такая вот идея, две минуты у меня заканчивается, всем спасибо.